Дорогие рукодельницы, продолжаем вязание хлопкового жакета и готовим первую деталь. Это спинка. Спинку чаще всего вяжут первой, потому что она, во-первых, самая простая, и во-вторых, ее, как правило, меньше видно, чем перед. Нас встречают по передней части. Поэтому вяжем самую простую деталь, это спинка, и по ней смотрим и попадание в размеры, и как легла пряжа, и поведение пряжи. Потому что если мы не ожидали от пряжи, например, того, что она будет косить, либо полосы какие-то давать, как проверить? На образце не всегда видно, поэтому на первой детали мы оцениваем качество пряжи, попадание в размер, общий вид полотна, и можем оценить, что у нас получилось. Как видно, спинка мне великовато, но помните, я вам рассказывала, что хлопок дает очень сильную усадку. Поэтому то, что деталь получилась больше, чем надо, и в длину, и в ширину, может поначалу вызвать шок. Я хотела вот такую, а получилось вот такое. Спокойно, все будет в порядке, продолжаем вязать, следите, смотрите, что будет получаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!